Латгальская центральная библиотека и ее филиалы продолжают работать и во время чрезвычайной ситуации, не лишая жителей возможности интересной и содержательной провести свободную минутку за чтением увлекательной книги, журналы или газеты, и другоплечане весьма охотно пользуются этой возможностью. Тем не менее, как отмечаю библиотекари, в последнее время привычки читателей несколько изменились. Посетители теперь приходят реже, но при этом набирают больше книг, чтобы их хватало на длительное время. Дети практически не приходят, книги для них выбирают родители. Такое поведение, по мнению сотрудников, весьма похвально и правильно, ведь угрозе меньше подвергаются и библиотекарей, и книголюбы. Заботясь об эпидемиологической безопасности, строго соблюдается санитарный протокол. Помимо обязательного ношения масок и тщательной дезинфекции, ограничено максимальное количество посетителей, которые одновременно могут находиться в библиотеке, и время визита не дольше 15 минут. Но приходить можно смело, толкучки нет. Процесс выбора и выдачи книг удается значительно ускорить, благодаря использованию электронного каталога и профессиональной работе библиотекарей. Все зависит от привычек самого пользователя, те, которые успешно освоили интернет-среду. Там масса возможностей, как ознакомиться с аннотациями книг, с разными отзывами читателей и так далее. А также есть возможность воспользоваться электронным каталогом библиотеки, где можно книгу заказать заранее, можно посмотреть, в какой библиотеке она доступна, есть ли на ней очередь, а также можно связаться с библиотекой также и по телефону, и этот заказ произвести заранее. Помимо этого, если какая-то книга недоступна в конкретной библиотеке, мы можем привезти в тот наш филиал, который ближе к месту жительства человека. И также у нас мы предлагаем возможность сдать книги в любой из библиотек. То есть не надо обязательно, если вы брали в центре, вам не обязательно, скажем, ехать из Ругеля в центр, вы можете прийти в наш филиал Гайсмос и там спокойно отдать книги. Те люди, которые с интернетом менее знакомы и не столь активно его используют, как я уже говорила, значит, по телефону можно заказать, также можно прийти, и за 15 минут библиотекарь помогут подобрать интересующие книги. Библиотекарь видит историю выдачи книг, ну и, соответственно, может уже быстро сориентироваться в предпочтениях человека, то есть какой жанр ему ближе, что он чаще всего читает. Для посетителей закрыты читальные залы, семейный центр цифровых технологий, недоступны общественные компьютеры. Однако ЛЦБ предлагает ряд услуг, которые можно получить в удаленном режиме. Очень популярны библиотечные онлайн-уроки для школьников и студентов. И если раньше сотрудничество с учебными учреждениями строилось по географическому принципу, то переход на онлайн-формат помог стереть эти границы. И теперь программы, подготовленные специалистами ЛЦБ, широко востребованы не только в Дагопилсе и ближайших самоуправлениях, но и в городах, находящихся на другом конце страны. Не стали исключением и мероприятия Дней безопасного интернета, которые пройдут на следующей неделе. ЛЦБ традиционно подготовила интересные тематические занятия для учеников 5-9 классов, и на них активно записываются как даугупилские школы, так и учебные заведения из других самоуправлений. Свободные места пока есть, запись продолжается. Первые занятия, где ребятам расскажут о хранении данных, самых актуальных программах для мобильных устройств и о многих других тонкостях виртуального мира, пройдут 9 февраля. Подробная информация о Днях безопасного интернета и многих других интересных проектах, проходящих в даугупилских библиотеках, опубликована на домашней странице lcb.lv. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугупской городской думы.